Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет пошив платье очень простого кроя. В этом платье нет выточек ни талиевых, ни нагрудных. Будет рукав-реклан без шва по линии плечевой, по середине. И, конечно же, в таком крое возможны заломы, если неправильно подобрать ткань. Мы здесь подобрали такой трикотаж, который хорошо тянется. Очень такой вот он имеет хорошую степень растяжимости, при этом это вязаное полотно. И это обеспечит более такую вот лучшую посадку. Пошить это платье в зависимости от навыков можно очень быстро. С учетом того, что мы снимали сегодня и съемки у нас были, мы его пошили около часа. А так можно было пошить его еще быстрее. Шить мы будем сегодня по готовой выкройке из интернет-магазина Шкатулка. Ссылочку вам оставим в описании. По поводу заломов, кстати говоря, и по этому платью даже указано на сайте Шкатулки. Ну, я просто думаю, что вы на мне платье сейчас-то посмотрите. Сильно больших заломов действительно нет за счет все-таки вот этого трикотажа, за счет правильно подобранной ткани. Как всегда задаются вопросы платья, которые на мне. Мастер-класс вы найдете в описании. Работать мы сегодня будем с трикотажем. Он такой меланжевый. Идет полосочка по трикотажу. Это трикотаж вязаное полотно с люрексовой ниткой. Но люрекс абсолютно не колется. Вот иногда задают вопросы. И я сама тоже всегда задаюсь этим вопросом. А будет ли этот люрекс колоться? Нет, я его не ощущаю абсолютно на себе. Он прекрасно тянется. Для этого платья просто идеально подходит за счет того, что здесь никаких выточек все-таки нет. Ни нагрудных, ни талиевых. И он обеспечивает хорошую, удобную посадку. Здесь достаточно, смотрите, вот и свободки. Сам трикотаж этот у нас из интернет-магазина Атлас. Ссылочку вам оставим в описании. В этом магазине много тканей для женской одежды. Есть большой выбор. И приятный бонус будет бесплатная доставка при заказе от 500 гривен по Украине. Вот так вот платье смотрится на мне. В зависимости от того, какая будет длина, если вы захотите ее корректировать, это может быть разное назначение. То есть платье, удлиненное платье, такая вот туника. Кстати, с этой длиной вполне возможно также одеть лосины, одеть брючки и чувствовать себя комфортно. Горловина у платья такая вот круглая. Обработка здесь напоминает как обработку футболки. Мы с вами рассмотрим сегодня, как это сделать без проблем, чтобы было хорошее прилегание. Выкройку мы получаем в электронном виде. Распечатываем на листиках формата А4. Это альбомные листы. И складываем по имеющейся схеме. Здесь указано, вот иногда задают вопросы, вот смотрите, даже видно, как листик должен быть расположен. Вот таким вот образом, ну то есть не наоборот. То есть мы их так и разворачиваем. После чего мы проверяем с вами, естественно, ну допустим, для этой выкройки. Здесь проверять, ну много не нужно. Нам нужно проверить только обхваты. То есть складываем выкройку и проверяем. Обхват бедер, обхват груди, чтобы мы входили, обхват талии. Возможно, вот здесь вот вам нужно будет сделать какую-то корректировку. Выточек нет, поэтому все предельно будет просто. Итак, вырезаем выкройки с учетом припуски на шов и на подгибку низа. На подгибку низа я добавляла по рукаву, мы опять-таки проверяем. Здесь я добавила 2 сантиметра, по линии низа я здесь добавила сантиметра 4. Поэтому смотрите сами. Все, теперь убираем выкройки и начинаем сшивать. В моем случае ткань, смотрите, двусторонняя. Можно расположить как с одной стороны, так и с другой. Я выбрала вот эту сторону, она у меня будет лицевой. Все, теперь пока рукав откладываю в сторону и начинаю работать со спинкой. Спинка имеет прогиб и шов посередине, поэтому первое, с чего я начинаю, это скалываю булавочками и иду к верлаку сшивать. Итак, это у меня спинка, булавочками я сколола. Пока спинку вот так вот сворачиваю, откладываю и беру вперед, раскладываю. Поскольку это у меня лицевая сторона, сразу беру рукава и сразу буду пришивать рукава. Значит, смотрите, рукав та сторона, которая у нас короче, идет к переду и здесь есть разметка. Поэтому вот так вот я прикладываю и прикалываю именно по рукавчику. Одну и вторую сторону. И здесь тоже я могу сразу прокладывать строчки. А спиночку, одну сторону, по рукавчику я буду не доходить до конца, я имею ввиду вот здесь вот, для того, чтобы обработать горловину. Все, теперь идем на верлок. У кого нет верлока, значит, делаете строчку на машинке. Это может быть строчка для трикотажа. Если у вас нет таковой строчки, то тогда, когда вы будете, если обычной машинкой прокладывать строчку, обрабатывать зигзагом, можно немножечко растягивать, совсем чуть-чуть, только не сильно, чтобы потом при носке у нас не было разрыва нити. Спиночку я прошила, теперь можно заутюживать в любую из сторон, как вправо, так и влево. Сразу же приступаю к рукавчикам. Что буду прокладывать по рукаву, точно так же, как и совмещала. Делаем это для того, чтобы, ну, просто так будет лучше, и мы не будем растягивать. Ну, я бы так просто привыкла. Вне зависимости от того, какой рукав, я имею ввиду вточной он у нас, или рукав-реглан, я все равно выполняю и приметку, и строчку всегда по рукавчику. Срезы проверяем, совмещаем. Срезы от рукава тоже буду заутюживать на рукав, то есть не на изделие, а на рукав. Далее, к спиночке, я проутюживать буду все потом, смотрите, сама горловина. Обработка будет идти по горловине, и по горловине мы тоже будем сшивать, естественно, вот эту вот обтачку. И разместить мы ее можем, либо по середине спинки, смотрите, как вам удобнее, либо это может быть размещено в рукав, вот здесь вот, где шов рукава. Ну, можно поступить разными способами, либо полностью все сшивать, потом горловину распределить, либо оставить какую-то часть, вшить горловину и потом зашить до конца. Здесь, смотрите, можно и так, и так. Ну, мы, наверное, сошьем, потом будем распределять, потому что я уже первый способ показывала. Теперь совмещаем рукавчик. Также лицом к лицу. И сейчас, смотрите, вот я буду вшивать рукав, и сразу же после того, как я вошью в рукав, я буду совмещать и сшивать боковые стороны и рукав. То есть, все сразу. Вот так вот сейчас я скалываю. Смотрите, после того, как я выполняю эту строчку, далее у меня идет рукав и боковая часть. И вот здесь вот, когда я буду делать шов по рукавчику, начинать я буду снизу и идти кверху. Так просто будет удобнее, чтобы правильно закладывались срезы. Срезы должны быть заложены на сторону рукава. То есть, не на изделие, а именно на рукав. Поэтому удобнее всего начинать снизу и идти. И так будет закладываться очень удобно строчка. Поэтому сейчас я скалываю еще и боковые срезы. И сразу иду, все буду сшивать. У меня платье практически будет готово. Останется только подгибка и, естественно, горловина. Платье у нас практически сшито. Еще раз повторяю, что срезы я заутюживаю на рукава. На рукава. Все равно, в какую сторону по спинке. И срезы боковые заутюживаю на спиночку. После того, как все заутюживаю, я могу сразу обработать низ рукава оверлаком. И мы будем выполнять его потом в подгиб. И низ изделия оверлаком. И тоже выполнить в подгиб. Очень удобно подгиб выполнять с помощью сантиметровой ленты. Я подгиб выполняю. Смотрите, вот так вот. Подгибаю и прохожу. Получается всегда ровно и хорошо. При этом я не завязываю узелочек, чтобы потом легко ниточка вытаскивалась. В круговую прохожу. Сантиметр постоянно я передвигаю. Потом иду утюжу этот подгиб. И только после этого прокладываю строчку. Здесь можно, конечно, обработку сделать на распошивалке. Можно сделать подгибку не на машинке, а, допустим, вручную. И вот, смотрите, вот я прошла вот так вот участочек. И теперь сантиметровую ленту. Ну, вот видите, вот здесь вот краешек есть. И вот я ее протягиваю. Протягиваю. Не оставляйте это на самый-самый последний момент, потому что потом будет сложнее протянуть и неудобно. Вот так подгибку низа не нужно размечать. Иногда бывают ткани, на которых не хочется разметку делать. Иногда бывает такое, что мы используем там мел и не видно. А сантиметровой лентой это очень быстро и удобно. Для обработки горловины, смотрите, вот у меня лицевая сторона. Я должна ее сшить, складывая лицом к лицу. Но предварительно, прежде чем я буду сшивать, сейчас складываю вот так вот. Можно сколоть булавочками по краю. Вот так вот именно совместив срезы. Можно без булавочек, но тогда нужно придерживать пальчиками. И сейчас, смотрите, я буду заутюживать. Заутюживаю, во-первых, вот здесь вот у нас будет сгиб заутюжен. И потом мне нужно будет заутюжить таким образом, чтобы была такая вот, создавалась дуга. Ну вот булавочки нам помогут сохранить вот здесь вот правильную прямую линию, я имею ввиду, чтобы не было у нас искажения, когда мы будем вытягивать. Поэтому сейчас идем заутюжу. Сразу же я утюжу и подгиб изделия, уже я строчку проложила внизу и на рукавах. И теперь обтачку горловины. Ну, сначала утюживаю ее просто по сгибу. Теперь начинаю вытягивать. Ну, вот здесь я сейчас булавочкой зафиксирую, мне просто будет удобнее. И смотрите, теперь я вот этот краюшек как бы вытягиваю, тот край, который будет идти к горловине. Теперь уже можно не фиксировать, у меня уже краюшек я могу придерживать. И вот сейчас. То есть вот здесь я вытягиваю, там где два среза, там где идет сгиб, я его как бы сутюживаю. И смотрите, у меня была ровная прямоугольная форма, теперь у меня получилась вот такая вот дуга. После чего булавочки удаляю и лицом к лицу, вот так, теперь прокладываю строчку и делаю в разутюжку. Будем распределять по горловине. По шву, там где соединила горловину, повысекала, вот посередине высекла и по краям. Теперь у нас не будет утолщений. Теперь необходимо поделить горловину на части, я буду делить на четыре части. Значит, смотрите, вот я складываю вот так вот, фиксирую. И можно сложить вдвое, зафиксировать, ну тогда немножко будет такая как бы деформация, где-то меньше, где-то больше. Поэтому я предпочитаю делить именно вот так. Теперь делю, ну лучше к этому краю. Подсоединить к срезу, там где мы будем к горловине подсоединять. Теперь делю точно так же саму горловину. Складываю. Вот у меня спиночка. Ну, здесь вот ровняю срезы. Опять-таки, ровняю спинку, середины спинку, середины переда. И вот здесь вот тоже проверяю. На самом деле на рукавчике все это указано, но если вдруг я где-то чуть-чуть, ну, скажем так, где-то меньше прошила, где-то чуть больше прошила, поэтому проще сделать вот так. Теперь беру саму горловину, вкладываю ее вовнутрь, и вот этот срез у меня окажется по середине спиночки. Вот так вот. Фиксирую по четырем частям. И затем буду распределять еще, ну, еще фиксировать. Смотрите, вот у меня, видите, здесь такая вот свободка еще есть. Я вот так вот буду подтягивать. И вот здесь вот раз и зафиксирую. Потом на оверлоке все это прошьется. И теперь иду на оверлок и прошиваю в круговую. Итак, вот горловина уже обработана, пришита. Теперь срезы я поворачиваю на изделие. И прокладываю последнюю строчку вот здесь. Вот, значит, смотрите, срезы идут вниз на изделие. И вот так вот по изделию я сейчас прокладываю строчку. Ну, начинаю от края, где-то на миллиметр от сгиба. Остается нам только все разутюжить. Я им иду горловину. И платье наше готово. Продолжение следует...